КС-660 Первый аппарат компании Которые поддерживают работу Одновременно с двумя сим-картами Это Тачфон Он входит в линейку Тачфонов компании Таких как Вместе с такими моделями как LG Renoir KP500 Но конечно он выделяется Вот именно что Работает одновременно С двумя сим-картами По внешнему виду Обычный тачфон Достаточно симпатичный Но я бы не сказал что Что-то такого в нем Сверхоординат Под дисплеем Четыре клавиши Разделенные между собой Вставками небольшими Клавиша ответа Окончание разговора Для работы Клавиша С двумя Сим-картами Отвечает И клавишу Вызову Меню Быстрого доступа И меню запущенных приложений Менюшка с двумя вкладками Дисплей Сенсорный Трехдюймовый Разрешение 240 на 400 точек Достаточно неплохой экран Он не утоплен в корпус То есть на уровне В целом интерфейс аппарата Он оптимизирован под работу пальцами Так что стилус Который, кстати говоря, идет в комплекте Вот он здесь находится Обычный стилус Металлический корпус Пластиковые накладки Сверху Снизу Стилус Он Ну не всегда Нужен В принципе Если, конечно, мелковатые некоторые элементы интерфейса для вас будут То тогда, да Вполне можно и воспользоваться и стилус Здесь у нас Стандартный интерфейсный разъем LG Вот он Закрыт заклушечкой Которая на корпусе закреплена Клавиша блокировки Двухпозиционная клавиша камеры Работает весьма неплохо Вот первое положение И продавливаете второе положение Здесь никаких нету элементов Здесь также нету Сдвоенная клавиша регулировки громкости Вот она располагается Здесь можно было чуть повыше Весь производитель Но и здесь она Весна неплохо И здесь у нас Слот для карпамяти Формата microSD Она тоже вот Заглушечкой Закрывается В общем, все элементы Нужные Все под рукой Здесь у нас камеры 5 мегапикселей С автофокусом Здесь вспышка Камера Я не скажу, что очень хорошая Средняя Объектив утоплен в корпус Но все равно он заляпывается Все равно случайно иногда задевает пальцы Здесь динамик Для воспроизведения Сигналы вызова Других звуков Мелодий Средней по громкости Вот фактура такая Фактурная крышка Задняя стенка Здесь у нас Литер-ионная батарея 950 мАч С ней аппарат работает Примерно Два дня Не больше Если нагрузку увеличить То он будет работать А нет Снять достаточно сложно Я вот Риспособился Поддевать Крышкой Вот Очень туго Почему-то Входит батарея Так что Снять Не просто Два слота Под карты Под сим-карты Они понумерованы Но в принципе Это Ничего не дает Потому что Первичную Вторичную Карту Вы можете Через Меню Установить Шеюшку Фиксируется Надежно Люфта Нету Сам аппарат Собран Достаточно Качественно Ничего не скрипит Все Подогнано Вплотную Друг к другу Выключил Забыл По Габаритам Сравнительно Небольшая Своего Класса Модель Вот В сравнении С Nokia 96 Вот Такой КС 660 То есть Примерно Одинаковый Размер Аппарат Он Потоньше Вот Такой Аппарат Первая Загрузка Как я И говорил Просто Вот Слот Один Слот Два Только Для этого Нужен И Вы Можете Выбрать Какая Карта Будет Первичная Какая Вторичная Работает Сенсорный Экран Нормально Просто Мне не очень Удобно Здесь Переключать Так Проблем Нет Ну А О Меню Говорю Второй Части Обзора Подсвет Клаж Белого Цвета Здесь Зеркальная Поверхность Пачкается Конечно Заляпывается Ну Что же Делать Пряпочка Протереть Вот Такой Вот Аппарат ЛГ Заляпывается Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует